Всем привет, друзья, с вами Коржик, это Игра Русская Рыбалка 4 и сегодня хочу быстренько рассказать о том, как делать ту или иную проводку, когда вы ловите спиннингом. Часто слышу такой вопрос, как делать твитчинг, как делать рыскание или как делать джиг проводку. Значит, во-первых, чтобы делать какую-то либо проводку, у вас должно удилище иметь жесткость от 5 единиц. Как это проверить? Возьмем нашу мечту, ну, мою мечту, спиннинг, значит нажимаем и здесь вы найдете жесткость. У меня она 7 из 10, если у вас она будет 4 из 10 и ниже, то у вас проводка получаться не будет. У вас должно быть написано здесь хотя бы 5 единиц, надеюсь это понятно. Значит, давайте посмотрим 3 самых основных проводки, которые существуют на спиннинге. Первое, это конечно же твитчинг, опять берем нашу мечту в руки, она используется во время ловли воблером, то есть вот наводим на информацию, это тип воблер, искусственная приманка. Берем руки, есть два вида способа делать проводку. Значит, берем, ставим скорость где-то на 10, подожди, сколько у нас максимальная скорость? 50, правильно? То есть где-то берем 1 третью от максимальной скорости, ну 15 я думаю пойдет. Забрасываем подальше и мне главное объяснить вам принцип. Делаем прямую проводку и в это время нажимаем клавишу, ну на мышке ПКМ, правую кнопку мыши. Делаем это равномерно, с одинаковой периодичностью. Давайте попробуем. ПКМ, дальше крутим. ПКМ, дальше крутим. ПКМ, дальше крутим. Как вы видите в нижнем углу уже есть твитчинг, то есть твитчинг у нас получается. Вот это, вот это слово, вот оно, вот оно, вот оно. То есть прямая проводка без остановок, ПКМ, 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 ПКМ. Надеюсь понятно. Есть второй способ, которым лично я пользуюсь. Это ставим скорость максимальную на 50, на 50. Забрасываем нашу приманку подальше и с зажатым шифтом делаем один оборот, потом делаем паузу. Делаем раз оборот, пауза, один оборот, пауза, один оборот, пауза, один оборот, пауза. Понятно, что можно прям не тупо один оборот делать, можно даже половину оборота делать. Главное сделать так, чтобы у вас была одинаковая периодичность. То есть или пол, 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 пол оборота или оборот, оборот, оборот. Или даже три четверти, например, оборота можно делать. Но видите твитчинг работает, даже если делаю пол оборота. Главное делать паузы или один оборот. Видите твитчинг не пропадает, твитчинг работает. Это самая легкая проводка, которая может быть, она делается очень-очень легко. Итак, вторая проводка, это рыскание используется, она когда вы ловите на топ вотер. Значит, мечта наша теперь не подходит, у нее тест немножко великоват, возьмем наш линер, тут тест поменьше. Повесим вот такой вот топ-вотер, они бывают разных видов, если посмотреть тут пониже, они бывают вот такие вот, вот такие вот, вот такие вот топ-вотеры бывают. Это те, которые, ну, именно находятся на поверхности воды, такие вот топ-вотеры бывают. Выбираем, который я уже взял, вот он, такой вот коричневый, тоже популярный, берем в руки, есть два способа делать такую проводку. Первый способ, это скорость, нужно поставить троечку. Берем троечку, ставим, забрасываем через shift, поворачиваемся на 90 градусов, делаем прямую проводку, только леска намоталась, ну, натянулась, вернее, делаем ПКМ. Только натянулась, делаем ПКМ. Только натянулась, делаем ПКМ. Натянулась, ПКМ. Натянулась, ПКМ. Натянулась, ПКМ. Натянулась, ПКМ. надеюсь понятно мне этот способ не особо нравится им из по его использую максимально редко мне нравится другой способ какой берем ставим скорость проводки на 50 поставил забрасываем и с зажатым шифтом делаем такие вот подергивания то есть где-то на один оборот на катушке у вас может быть если катушка слишком большая с большой шпуле с большой скоростью можно делать пол оборота у меня шпуля маленькая у меня на под ультралайт по практически делаю я один оборот натягиваем леску делаем один наоборот раз опять раз опять раз 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 видите рыскать не проходит все написано слово есть то есть нужно это делать часто не так как мы делали на воблере здесь нужно резко это делать 1 1 1 1 надеюсь понятно все с рысканием мы разобрались и и следующая проводка который для меня даже является особо тяжелый это джиг оснастка именно джиг проводка возвращаемся опять к нашей мечте здесь нужно поменять оснастку нужно поставить джиговая берем выбираем здесь добавляется дополнительный компонент это джиг головка вы должны тоже подбирать ее под размер вашей рыбы на принятие ловить ловите окуня там большой один из щуку например можно даже огромный 20 если вы ловите и сама то огромный 40 но здесь есть некоторые свои особенности сейчас вам расскажу выбираем выбираем приманку например ну поролон красный хрен его знает выбираем берем здесь смысл какой нужно сделать так чтобы например вот видите верху чата такая плоскость нужно сделать так чтобы приманка вот так вот по дну ходила упала поднялась упала поднялась упала поднялась упала поднялась вот так вот вот для этого мы делаем заброс народ далеко же полетит надо каким способом это можно сделать выбираем скорость например половинку 25 делаем например я не знаю честно джиг проводка это особо тяжелая проводка здесь зависит от качества проводки зависит от всего во первых от массы вашего от массы вашей джиг головки второе от передаточного числа вашей катушки от от объема шпули от скорости с которой вы будете выматывать тут зависит все вам главное понять на какой скорости сейчас нужно поставить вашу катушку то про проходила джиг проводка я честно вам говорю я не знаю что сейчас будет я не пробовал я при вот реально просто сидел кушал решил такую но пришла в голову такая идея сел записываем на свои мысли давайте при вас сейчас я попробую сделать джиг проводку начнем со самого стандарта средняя скорость например один оборот сделал 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 не получается видите приманка не поднимается то есть она нет не успевает подняться от воды давайте попробуем сделать скорость побольше например 40 делом опять один оборот сделали один оборот подождали сделали один оборот подождали сделали они там бород подождали не получается давайте попробуем сделать два оборота видите вот моя это ручка катушки 1 2 ждем 1 2 ждем главное здесь дождаться пока приманка упадет на дно как вы видите нихрена не работает почему не знаю давайте поставим скорость на 50 опять делаем два оборота 1 2 1 2 нихрена не работает 1 2 вот получилось что-то 1 2 оси один оборот 6 буду делать 1 раз если делать больше паузы нихрена начну же делать два оборота 1 2 делаем паузу тонет упала 1 2 делаем паузу тонет упала 1 2 делаем паузу тонет упала 1 2 видите вот я при вас подобрал примерно что нужно делать чтобы получилось джиг проводка она будет пропадать она будет появляется потому что дно неровная приманка может падать под ямки на разные буго ручки это все постоянно будет пропадать даже я до сих пор не умею на нее нормально ловить честно я до сих пор не научился я люблю ловить somica на ахтубе но нравится мне но я не умею делать джиг проводку мне реально сложно у меня катушка венга там скорость другая там объем шпуле другой там другие веса приманок нужно постоянно подбирать под себя ну все друзья вот я подобрал у меня джиг проводка даже не пропадает то есть такой вот у вас принцип вы должны понять какую вам скорость нужно делать если прям беда печаль ничего не получается прям вообще жестко вообще ничего не получается попробуйте сменить джиг головку нажимаем в здесь например большой один масса 21 грамм если походить по магазинам например вот такие вот крючки или вот такие вот большой один будет иметь другую массу попробуйте поставить огромные например 10 какой-нибудь хер вы знаете не отнимаю всех джиг головок то есть поиграться с весами или побольше поставить или наоборот поменьше что туда у вас получится один оборот или полтора оброта или два оброта делайте паузы равномерные одинаковые по по длине делайте скорость разную пробуйте но я же говорю у вас сразу получаться не будет я до сих пор не умею ловить ну нормально на сорок третьем уровне на джиг проводку это только придется у вас с опытом слава богу на джиг проводку не особо часто нужно будет ловить в основном твичинг до рыскания все надеюсь друзья немножко вам помог с разобраться с этим вопросом спасибо вам пока